Добрый день, друзья мои! В эфире программа «Ставропольский благовест». Святой апостол Павел, имея физическую болезнь, очень точно определяет свое отношение к ней и причины ее возникновения, говоря, «Чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня». А как мы с вами относимся к болезни? И что или кто является причиной наших проблем со здоровьем? Иногда мы с вами повторяем грех Адама и Евы. Помните, как после грехопадения Адам обвинил жену и Бога, сказав, «Жена, которую ты мне дал, она дала мне от древа, и я ел». А Ева обвинила змею в своих проблемах, сказав, «Змей обольстил меня, и я ела». Вот и некоторые люди, когда болезнь посещает их по их собственной халатности к себе или допущению Божьему по грехам, начинают обвинять всех вокруг себя. А еще тут жулики и лжецелители подпевают, дескать, «сделали порчу, сглазили, прикормили или приворожили», этим самым разжигая межчеловеческую рознь и уводя человека от истинных причин его страданий, лишая возможности исцеления. Для православного авторитетом являются не уличные сплетни, а священное писание, где сам Бог в Воскресном Евангелии раскрывает нам, что дети тоже могут быть бесноватыми, и что они совсем не ангелы и нуждаются в исцелении. Христос открывает нам, что дверью, через которую может войти в жизнь человека Бог и исцелить его, есть вера. Вера действенная, сопряженная с усилием над собой в посте и молитве. Это работа. И слова «Верую Господи, помоги моему неверию» — это слова смирения, реального осознания своего греховного состояния. Помощь Божья всегда рядом, всегда стучится в наше сердце. Христос указывает причину, почему апостолы не могли вылечить ребенка и сгнать беса. Сей род бесовский не может выйти иначе, как от молитвы и поста. Этими словами Бог подсказывает нам всем, что человек, не имеющий поста и молитвы, открывает свою душу и приглашает туда всякую нечисть, которая совершает разрушение, проявляющееся в разных видах даже физических заболеваний. Пост с рассудительностью приводит человека в реальность, открывает духовную болезнь, то есть грехи, и дает власть над желаниями и чувствами. Молитва соединяет как нить человека с Богом. Через пост и молитву человек наполняет свой мир миром божественной радости и тишины. Блажены нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Нищий – тот, кто видит отсутствие чего-либо, и жажда иметь это захватывает его. Нищий духом – это человек, осознающий, что в его душе нет духа, а дух есть Бог. То есть нищий духом осознает, что в душе у него нет Бога, есть все, что угодно. Куча эмоций, ощущений разного рода, но нет Бога, который есть любовь. Бога нельзя загнать в свою грязную душу, потому что будет больно нам самим. А Бог есть любовь, которая делает только доброе. И когда ты бьешь себя в грудь, утверждая, что Бог у меня в душе, знай, что там не Бог. Там эгоизм, смешанный с эмоционально чувствительным винегретом. Через исполнение заповеди, через пост и молитву мы начинаем понимать, чем наполнена наша душа. Что там гаде и жене с числа. И когда человек это понимает, он начинает искать Бога, стремиться к Нему. И вот только тогда он становится христианином. А до этого он просто верующий в Бога. Правда, бесы тоже веруют и трепещут, и остаются бесами. Блаженство — это состояние единения человека с Богом. И оно наступает у тех, кто стремится быть подобным Богу в мыслях и делах. Приходя к видению своей нищеты духовной, мы открываем душу самому Богу. Те, кто чувствует боль и смрад от собственных грехов, плачет от этой боли, и Бог утешает их. Постараемся и мы с вами поститься и молиться, чтобы Господь не по нашим делам, а по Своему милосердию наполнил нашу душу твердой верой и радостью. Нигде так не успокаивается израненная грехами человеческая душа, как в храме. Ведь не зря Божий дом называют лечебницей. Спокойная, умиротворяющая атмосфера, добрые, открытые лики святых, отзывчивые сотрудники. Именно это здесь найдет каждый человек, который нуждается в покое и помощи. В городе Изобильном, помимо величественного собора преображения Господня, есть небольшой уютный храм святителя Николая Чудотворца. Он был построен, потому что людям некуда было прийти со своими горестями, грехами, но и, конечно, радостями. Ведь многие люди приходят в храм поблагодарить Господа за проявленную милость. Все начиналось в 1975 году, когда по просьбе верующих города нашего обратились в администрацию за тем, чтобы дали возможность здесь основать церковь, хотя бы небольшую. И силами горожан был выкуплен дом и перестроен в молитвенную комнату. Но приход возрастал, люди стремились в церковь, потому что голодная христианская душа, истосковавшаяся о молитве Бога, конечно, объединяла с собой все больше и больше верующих. И уже в 1980 году здесь был построен вот этот храм. Времена были нелегкие, денег на строительные материалы катастрофически не хватало. Но жители города всем сердцем хотели построить храм. За Божьей помощью сложности были преодолены. Даже тот прекрасный иконостас, который сегодня находится в храме, был сделан именно тогда. С тех пор богослужения в храме святителя Николая Чудотворца не прекращаются. Здесь были замечательные люди, здесь окормляли этот храм, этот приход. Отец Виктор Безгодков, его стараниями, его молитвенным стремлением этот храм и был построен. Он выпросил у властей, хоть это было тогда очень сложно, возможность здесь построить храм. После него здесь был всем известный и любимый горожанами отец Петр Савенко, который здесь прослужил 25 лет. Митрофорный протеерей. И как уже мы говорили с вами, он прослужил полвека в сане, в духовном сане. И не хватило одного года. Он умер в 2001 году, еще один год, и ему было было ровно полвека. Это его служение священному саню, Богу, народу, стране нашей. Но потом его же силами был заложен Пребреженский собор здесь, в центре города. Огромный, прекрасный, пятикупольный собор. Со временем, дорогой сердцу храм стал все больше нуждаться в ремонте. Сегодня храм увенчен куполами, которых раньше не было. А чтобы их было лучше видно, была немного приподнята крыша. Ветхие окна и двери заменены на новые. Но это еще не все. Далеко не в каждом храме можно увидеть столько именных икон. Мы позаботились о том, чтобы в храме было больше икон святых. Потому что люди носят разные имена и хотели бы в церковь видеть икону именно своего святого. Даже об этом были прямые просьбы, что хотели бы иметь в храме икону, допустим, Тамары, или Ирины, или Елены, Владимира. И мы все эти просьбы старались тщательно выполнять и выполнили. То есть у нас в храме есть то большинство икон, которые были востребованы. Мы постарались, чтобы они были благородными. И все эти иконы внесли под стекло и в рамки. Поэтому в этом состоянии они могут находиться, не повредившись, ну, не знаю, очень, наверное, долгое время. Елена Лукьянчикова – добрый и верный помощник отца Сергия. Работая в свечной лавке, она часто сталкивается с людским горем, проблемами и просьбами. Нам она рассказала, какие иконы святыни храма наиболее любимы прихожанами. Люди приходят и просят о деточках, и приходят, спрашивают, какой иконе можно помолиться, чтобы удачно выйти замуж. Если человек болен, то, конечно, просят, чтобы показали икону Пантельмана Целителя, Матроны Московской, Ксении Блаженной. У нас, конечно, очень популярная икона, которой все стараются, придя в храм, сразу поклониться. Это Пресвятая Богородица, она в таком вот одеянии необычном. Храм нашего святителя Николая Чудотворца, вот икона. Поэтому тоже сразу к этому углу прихожане стараются подойти. Но самое интересное то, что в нашем храме есть вот такая вот стопа Пресвятой Богородицы. Это наше, как бы, достояние нашего храма, потому что это само Почаево. И эта стопа, мы сразу рассказываем, потому что спрашивают, а как стопа Пресвятой Богородицы. Это было явление Пресвятой Богородицы в Почаево на горе. И был оставлен след Пресвятой Богородицы. Поэтому этот вот следочек у нас есть. И, конечно, женщины очень веруют в то, что, приложившись к этой стопе, могут быть впоследствии деточки появиться. Икона целителей Пантелеймона, преподобных Амросия Оптинского и Серафима Саровского, Святой Блаженной Матроны Московской. Жители города с большим почтением и трепетом относятся к святым образам. Молодые девушки часто обращаются к святой великомученице Варваре. А это горячо любимая икона нашими прихожанами великомучестной Варвары. Потому что она приняла очень мученическую смерть, у нее была осечена голова. И она до последнего не отступила от веры Христовой. Она хотела быть невестой Христовой. И она не отступила от своей веры. Она была предана до конца. И считается, что она покровительствует именно девушкам в благополучном замужестве на долгие-долгие счастливые годы, чтобы были рождены в браке очень хорошие, здоровые деточки. Поэтому, конечно, всегда приходят среди недели, храм пустой, чтобы не было стеснений, смущений, именно помолиться и попросить заступницу перед Господом Богом, чтобы было дано то, о чем они просят. Впереди еще много планов. Хочется, чтобы была при храме своя воскресная школа и библиотека. Летом в храме очень душно, а чтобы служить молебны на улице, надо над двориком соорудить навес. Так и живет этот небольшой скромный приход. Зная горечи и печали, они стараются помочь друг другу. А добрый настоятель всегда выслушает, даст совет и помолится за того, кто в этом так нуждается. Ведь именно так и должно быть в дружной и сплоченной семье. Сейчас время Великого Поста, время особой молитвы и духовного покаяния. Пища не приближает к Богу и не удаляет от Него. Поэтому и апостолы об этом часто напоминали нам, чтобы мы не заботились только о пище, питье, а заботились о духовном. Царство Небесное внутри вас есть. И это Царство Небесное ярко раскрывается, когда человек именно имеет целью своей любовь, угождение Богу, сострадание ближним. Больше милосердия, больше прощения. И это главное. Когда есть милость, тогда и милосердный Господь всем нам тоже помогает, поддерживает. Главное – радость и любовь. Вот это вот главное чувство, которое должно быть ярким выражением жизни каждого православного человека. На сегодня всё. Благословение Господне да пребывает со всеми вами. Главное – радость и любовь.